всем привет добро пожаловать в аленка блог сегодняшнее видео будет совместным с прекрасной анжеликой браун анжелика является моей виртуальной подругой мы с ней познакомились на моем канале она была ну есть моя подписчица сейчас у нее уже свой канал и мы активно общаемся в инстаграм ну переписываемся найти иногда а ну достаточно очень мало слов чтобы понять что человек вот как бы близок тебе то есть мне кажется что у нас с ней есть какая-то какие-то точки соприкосновения мне она очень нравится очень красивая девушка открытая добрая отзывчивая с такой очень женственные красивой харизмой у нее прекрасная прекрасные великолепные просто парфюмерная коллекция такая прям роскошная я бы сказала у нас схожи вкусы в ароматах заходите заходите пожалуйста на ее канал подписывайтесь у нее очень интересные обзоры интересная подача на красиво снимает очень флаконы и конечно же в тему сегодняшнего видео у нее прекрасная коллекция ароматов шанель и давайте уже начнем а сегодняшнее видео будет о ароматах шанель концентрации чистый парфюм анжелика сейчас собирает коллекцию ароматов шанель именно в концентрации чистый парфюм и так мне что то вот понравилось как она вот это все подает рассказывает что мне захотелось записать с ней это видео потому что у меня есть набор вот такой набор из пяти ароматов шанель в концентрации парфюм до как-то записывать скучно и предложила записать вместе она с удовольствием согласилась я так рада спасибо тебе дорогая и вот мы записываем с ней вот такое видео я надеюсь вам понравится разница есть парфюма и это парфама идите более уже туалетные воды так что давайте сейчас мы поговорим об этом разберемся немножко что к чему и я вам расскажу свои эмоции по поводу вот этого набора прекрасного начинаю все ссылки на канал анжелики на видео анжелики на инстаграм анжелики я оставлю под своим видео заходите к ней начинать начинать вот такой у меня набор из пяти ароматов шанель номер 5 коко мадемуазель номер 19 алюр и коко а тут три с половиной миллилитров концентрация чистый парфюм я этот набор купила на аукционе здесь все дни за какие-то вот просто ну реально копейки и не собиралась им пользоваться думала вот будет он у меня такой красивый стоять для коллекции но на самом деле конечно я не выдержала и нанесла их серия их разносила и они прекрасны они прекрасные и прежде всего сразу хочу сказать ароматы все очень очень стойкие и очень отличаются от их же собратьев в других концентрациях давайте начну начну наверное с ну первый тут шанель номер пять шанель номер пять парфюм сейчас покажу вам его ну посмотрите какая кассия маленький это моя как бы мое видение и мои эмоции у меня есть шанель номер пять концентрации еда парфюм вот так вот он выглядит уже совсем немного я предпочитаю именно шанель номер пять концентрации почему она для меня более носибельная она для меня более какая-то родная не такая колючная не такая холодная не такая ретро звучащая как парфюм в парфюме я слышу такую ретро пудру и альдегиды там очень такие холодные звонки у меня от него иногда бывает вот прям реально холодно чего не происходит вот с этим аромат он конечно же больше на лето больше на тепло больше на теплую погоду мне так нравится его ощущать но вот даже вот на эти легендарные шанель номер пять melin monroe в аромат на ночь на ночь все таки я тоже предпочитаю это парфа как-то с ним лучше спится здесь знаете вот как бы сказать то туфли есть удобный каблук а есть каблук 20 сантиметров для меня шанель номер пять в концентрации парфюм это как носить каблук 20 сантиметров идти куда-то вот на длинное расстояние пока я еще до нее видимо не дозрела не доросла но живем увидим следующий аромат сейчас я вам покажу это будет аромат коко мадемуазель вот такой он просто великолепный хорошенький маленький такой розовый у него цвет но все наверно знаете знаете розе вино вот он такого же цвета у меня недавно появилась какому мазали вода парфан я отменялась подругой сети на горло болит небо и земля просто совершенно разные эмоции у меня вызывают эти два аромата это универсальный аромат это найти в пиры в мир и с газетой почитать кофе попить и круассанов поесть и рано утром и пойти куда-то вечером в мехах и бриллиантах на выход и туда тоже можно вот он такой вот прям реальные универсальные всем подойдет всем будет по душе любому возрасту просто такая находка знаете аромат один из самых таких популярных мне кажется у шанель самый может быть ну растиражированный я не знаю может быть я ошибаюсь мне как-то вот так вот он видится один из самых таких легких здесь же совсем другая история я не знаю как может два аромата с примерно ну с одной пирамидой так отличаться здесь как будто бы громкость взяли вот вы слушаете свою любимую музыку да кто-то подходит и делает громкость резко вверх поднимает увеличивает и вот это вот то же самое как будто вот у каком мазель это парфама увеличили громкость в сто крат намного гуще намного ярче намного насыщеннее намного интенсивнее как какой-то знаете джаз вот играет вашей голове постоянно джаз вот эта джазовая музыка вот для меня каком мазель в парфюме это вот что-то такое что-то бурлящие что-то такое экспрессивное хулиганская может быть немножко игривая намного интереснее звучащие чем еда парфа те же пачули та же роза те живут специи но сто крат этого больше мне намного больше понравился не знаю почему ну как знаю почему попробовал носить и то и то поняла что это больше нравится следующий аромат это будет шанель номер 19 так вот я достаю а там такая красивая еще золотая подложка красивый набор а шанель номер 19 было для меня всегда темной лошадкой у меня не было никогда аромата шанель номер 19 как бы классического у меня было только версии но было и есть а версия пудре пудровая версия шанель номер 19 это совсем разные истории здесь это лето пудра ирисы какие-то влажные зеленые стебли после дождя такого летнего радуга эмоции короче все 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 что связано с прекрасными летними днями это это просто какая-то колючая классика на грани с каким-то невероятным шиком драма но вы знаете он зеленый вот знаете потом зеленый и он мне напомнил а знаете такой есть ликер шартрус называется французский французский ликер шартрус он такого великолепного зеленого золотистого цвета особенно если на него еще свет падает какой-нибудь солнечный наоборот вечерний там от лампы он не как абсент но вот другой цвет насыщение более такой богатый на вкус он тоже он поражает вас своим вкусом он горький какой-то полынный острый терпкий и немножко сладостный и вот то же самое могу сказать проект аромат я когда его попробовала нанесла на себя вдохнула первый раз мне почему-то вот вспомнился именно вот этот ликер шартрус и вот эти эмоции которые у меня появляются когда я где-то вот его пробую или просто смотрю вот на его красивый такой цвет изумрудно-зеленовато-золотистый здесь тоже история аромат зеленый аромат древесный аромат очень яркий аромат вот просто знаете пронзает как острая иголка вас прям в мозг потом он как-то ну немножечко становится более спокойным тем не менее вот этот характер он остается на протяжении всего дня он вас заставляет соответствовать как-то вас держит ну просто восхитительно вот честно вот уже вот сказать вот так вот от души хочу хочу вот шанель номер 19 версии парфюм дальше алюр алюр у меня есть это парфон я забыла внизу я не уже не пойду это парфон это парфон вы знаете я люблю очень алюр я считаю вон с таким ароматом праздника ароматом хорошего настроения ароматом знаете вашего самого лучшего дня рождения с горой подарков с цветами с самыми такими прекрасными эмоциями с брызгами шампанского все счастливы все любимые вся 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 королева короче вот аромат счастья для меня это алюр персики прекрасная шанельевская ваниль великолепная вот этого душистая такая кремовая база здесь все это тоже есть но в 150 тысяч раз гуще больше яростнее и счастливее здесь наверно больше ванили я носила его пару раз и вот честно хочу теперь шанель номер 19 и алюр в парфюме в чистом парфюме это потрясающе это магия это сказка это вот просто золотое счастье вот в таком вот маленьком флакончик потрясающе потрясающий вот очень позитивный и эмоционально добрый аромат классный следующий аромат будет коко в концентрации парфюм вот такой он красивый я носила коко еда парфюм у меня у розы я пару раз надевала мне нравится коко мне нравится эти пачули мне нравятся эти специи такая вот гурманская гурманский такой немножко съедобный аккорд мне все это нравится у меня есть коко нуар сейчас я вам покажу вот такая вот убить можно такая вот бодейка бодейка прекрасный красоты флакон коко нуар для меня он очень такой минорный он приглушенный он мрачный он полуш полу шепотом полу намеком на цепь намеком на цепочках как-то вот очень такой осторожный ну на моей коже по крайней мере но безусловно хорош но все-таки это совсем другая история а здесь я его носила недавно у нас сейчас очень холодно и вот этот аромат он просто вас согревает как вот такой вот такой мягкий обволакивающий согревающий вкусный можно даже сказать потом реально гурманский вкусный аромат здесь я слышу и корицу и какие-то очень такие вкусные специи какую-то выпечку сахар пачули ваниль все вот это есть вот именно в концентрации парфюма мне он нравится больше тем что в нем больше вот это вот какой-то съедобный гурманики но он не приторный совершенно при этом и очень классно в нем ходить он вот прям знаете меня согревал дурманил я постоянно его ощущала вот так на себе но опять-таки повторюсь шлейф если вы хотите шлейф то наверное все таки еда парфан больше подойдет что парфюм это больше для вас для вас любимых и для самых самых вам близких людей которые нарушают вашу зону комфорта подходит так вот близко на этом все я надеюсь вам понравился мой обзор я прям рада что мы сняли его вместе с анжеликой с удовольствием буду ждать ее видео очень интересно ее эмоции услышать впечатления и так далее так что все переходим все к анжелике подписывайтесь на ее канал ну и на мой если хотите тоже мне очень приятно всегда с вами общаться пишите пишите что вы любите у шанель какие концентрации вы любите может быть что-то из винтажа советуете потому что я пока еще с винтажом шанель совсем незнакомо всем всем пока с вами была аленка блог чао-чао пока